Идет мужик, и несет мангал. У войны есть бог Марс, а вот Говорова называли богом обороны. Поддушная тревога! Привет всем! Сегодня у нас второй выпуск про блокаду Ленинграда, ну такой методичный. Мы пойдем по маршруту, который точно так же напрямую связан со всеми этими событиями. Хотя не мудрено, в центре города Санкт-Петербурга любые места связаны с этими событиями, и даже не только в центре. Но отклик был настолько потрясающий, что я решил вспомнить все, что я знаю в других частях нашего замечательного города. И я думаю, что будет еще потом третья часть на Васильевском острове, и, возможно, еще одна часть по Невскому проспекту, и то, что я не рассказал в прошлом видео. Отсюда мы уже миллион раз стартовали в самых разных вариантах, и в самых разных видах, и в самое разное время года. Сегодня у нас как раз такая весна довольно ранняя для Петербурга. Я имею в виду настоящая весна. Обычно в это время еще лежит снег, и могут морозы бить вполне. Но у нас сегодня так будет необычно построена экскурсия, потому что мы с вами подойдем к дому, где мы тоже неоднократно уже бывали, и там просто иконостас мемориальных досок. И если мы будем рассказывать про всех этих героев непосредственно на месте, то мы не сдвинемся с мертвой точки никогда. Поэтому мне придется о чем-то рассказать заранее, о каких-то героях, как, например, о Ниде Говорове, как о Жозефе Котине, ну и, конечно же, об актере нашим замечательном Черкасове. Я буду рассказывать уже, когда мы от этого дома отойдем. Чтобы вас сразу же погрузить в контекст, я сегодня буду, кстати, показывать большое количество фотографий, даже отрывков из кинохроники, которые называются «Ленинград в борьбе». Вот эта колоннада, очень хорошо сейчас читается, вся украшенная всевозможными рекламными вывесками. Я хочу подставить вам фотографию, которая снята, ну, примерно там, с этой точки, допустим. Ленинградцы встречают танк. Это танк, возвращающийся с Финской войны. И именно эта Финская война, кстати, дала, ну, такой билет в военную жизнь, в большую Леониду Говорова, о которой мы будем с вами говорить. И второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, обратите... обратить внимание и обратите внимание. Каменно-островский проспект 37. Это здание станции метрополитена. И сейчас я вам подставлю фотографию, на которой изображен особняк. Его в народе называли вилла Роста, потому что она принадлежала Эрнесту Росту. Это один из древолюционных владельцев тогда еще Санкт-Петербургского зоосада. О чем мы с вами тоже сегодня будем говорить, непосредственно о Ленинградском зоопарке, который в то время назывался именно зоосад. Потом это здание было снесено, и на его месте построена эта серая грамина, где вот с той стороны, но я уже об этом рассказывал в предыдущих экскурсиях, располагается демонстрационный зал. Вот мы с вами вышли на эту точку, где у нас будет первая порция фотографий. Значит, для начала мы с вами... выйдем не на эту точку, потому что нам нужна другая. Ну вот здесь, да, сразу там вот на той стороне что-то там посвященное Сталину, здесь вот на доме Белогруда, значит, 1 мая. Этот перекресток, он и в то время назывался площадью Льва Толстого. Сейчас мы перейдем по пешеходному переходу и встанем вот сюда, на строк безопасности, потому что отсюда как раз мы все будем хорошо видеть. Вот смотрите, я вам подставляю фотографию. Первую. Значит, с левой стороны виден корпус, ну, это приют принцессы Львенбургской, он угадывается, а с правой стороны, вот то здание, которое сейчас второе от угла, угла, оно видно, что это сталинский ампир, на его месте стоит деревянный дом. И, собственно, Петроградка, она долгое время и была такой деревянной. Дальше, если мы посмотрим в эту сторону с вами, то, ну, угол немножечко неправильный, но тем не менее, значит, мы видим, что как раз на этом месте тот самый особняк роста, вилла роста, еще виднеется на заднем плане. Если мы посмотрим на, ну, примерно, наверное, вот с этой уже точки, да, допустим, фотография, где, опять-таки, угадывается левый корпус, вот прямо этот скошенный полукруглый угол приюта и вот тот самый деревянный дом, о котором я вам указал. Разобрали его именно в годы блокады и идет мужик и несет мангал. Ну, на самом деле, это, конечно же, не мангал, это печка-буржуйка, о которой я рассказывал. Они делались вот прямо на коленке, сваривались эти листы и, в общем-то, смотрите предыдущий выпуск про выжить блокаду, там я об этом подробно говорю. Ну и, наконец, это уже другая фотография, если посмотреть, ну, допустим, сюда, это уже встречают наших воинов-победителей, это уже 45-й год. Ну, вот вам примерно, да, как это все выглядело. Начнем мы с вами с рассказа о команде, которая возглавляла на тот момент Ленинград. И одним из главных персонажей являлся, конечно же, Алексей Кузнецов. Несмотря на то, что город возглавлял Жданов, его первый зам в годы войны был, ну, то есть, все знали, что именно он этим занимается. Есть воспоминания Микояна, про сына которого мы тоже сегодня будем говорить, потому что Сергей Микоян, он как раз женился на Алле Кузнецовой, дочери Кузнецова. Вообще, очень интересно, я вот очень часто спрашиваю людей, кто там знает фамилии Кузнецов, Вознесенский, Попков, Родионов, Капустин. Мало кто знает, потому что, ну, забегая вперед, они все были репрессированы уже после войны. И вот таким образом, к сожалению, история, она вымывает их фамилии из контекста. Точно так же, как до этого она поступила там с фамилиями, допустим, Зиновьева, нашего первого красного мэра, города Ленинграда. Если мы обратимся к воспоминаниям непосредственно Микояна, которые я, кстати, настоятельно рекомендую вам прочитать, они крайне интересные. Он писал их уже после всех этих событий. У него такая есть критика Сталина, но она еще достаточно мягкая. То там приводится характеристика. Хочу особо отметить роль горкома и его секретаря Алексея Кузнецова, талантливого и энергичного организатора масс, человека умного, работоспособного и обаятельного. Мы специально ходим вот этими маршрутами, которыми мы здесь уже ходили, чтобы проверять, что тут изменилось, а что тут еще не изменилось. Но сегодня мы немножечко будем вариативно передвигаться. То есть умный, работоспособный, умеющий, соответственно, увлекать массы. И вот, смотрите, Сталин стал редко выступать, и выступления его были сплошной демагогией. А ведь беззаконие было совершено с его согласия или по его прямому указанию, особенно в период 1937-38 года, а затем после войны это позорное ленинградское дело, приведшее к расстрелу членов Политбюро Вознесенского, секретаря ЦК партии Кузнецова, председателя правительства Российской Федерации Родионова, секретаря Ленинградского обкома партии, председателя Ленинградского областполкома и ряд других лиц, позже реабилитированных как совершенно невиновных. Вот здесь очень интересный момент. Вот там, по-моему, да. Это уже в процессе экскурсии я водил и показывал тут такой кусочек махачкалы, как люди налепили балкон самопальный, а потом его во время ремонта удалили. Однако до рекомендаций Жданова Вознесенского никто в Москве не сдал. Имя Ленинградского Кузнецова было у всех на устах, когда речь заходила о блокаде Ленинграда. Итак, вкратце. Кузнецов, как и большинство вышеупомянутых людей, был представителем на тот момент современной ленинградской интеллигенции с правильным бэкграундом, то есть с правильной биографией рабочей крестьянской и получившей высшее образование. То есть это была новая поросль, он был запримечен Кировом и в 1932 году попал в Смольный. В 1934 году Кирова убивают и у Кузнецова начинается прямо яркий старт. Ему, как и многим, в 1937 году пришлось в качестве председателя специальной тройки подписывать расстрельные приказы. И уже потом, после войны, когда Сталин доверил ему всю систему безопасности, он вызывал себе на дачу шефа МГБ Абакумова, тот привозил ему дела и Кузнецов, запершись у себя в кабинете, никого туда не пуская, кроме своего кота, если верить в воспоминаниям его сына, разбирал эти дела. И особенно его интересовали дела как раз вот из его родного города Ленинграда. Вот здесь мы с вами, почему мы в данном случае вышли здесь, потому что, ну такая, это не мемориальная доска, это просто надпись о том, что здесь существовала булочная в годы блокады, но еще одну булочную я вам покажу дальше. Одна из блокадниц вспоминала, что ей исполнилось 16 лет, и ей нужно было сделать фотографию на паспорт. И она пришла к фотографу, а фотограф уже сказал, я не беру никаких денег, и я беру только хлеб. И она пошла вот в эту булочную и принесла пайку. Тот сразу ее на весах взлетел и сказал, ты знаешь, здесь не хватает 8 грамм. Она говорит, меня ничего не ела, как бы вот что дали, то я ей и принесла. Говорит, ничего не знаю. И она пошла, отоваривала, отоваривала уже следующую пайку завтрашнюю, приносит ему, он говорит, а здесь не хватает 16 грамм. То есть вот конкретно ей не очень повезло. Продавщица, курочка по зернышку, вы знаете, потихонечку обвешивала. Это не значит, что это было всегда и повсеместно, но вот она это выяснила опытным путем. Это интервью есть вот на замечательном проекте блокада голоса в ютубе. Там уже больше 130 видео можете посмотреть. Когда началась война, Жданова не было в городе, Кузнецов здесь был, он, соответственно, собрал всех, и очень быстро выяснилось, что к обороне город абсолютно не приспособлен, в той мере, в какой должен был быть приспособленным, когда на него надвигается такая армия, как немецкая. Ну, и они очень быстро распределили роли. Жданову досталась роль, ну, такой, как бы сказали, имиджевой сейчас, да, то есть политического управления городом. Вот. А все основные заботы на своей плечи как раз Валил Кузнецов и его команда. Именно ему принадлежит идея попробовать доставлять грузы и, наоборот, вывозить людей по льду Ладожского озера. Сейчас опять прервемся на секунду, вот посмотрим туда, значит, с этой стороны виден забор, а вот на правой стороне, где, соответственно, дом 3-м Бенуа, там как раз мы можем прочитать название булочное. Дело в том, что все были прикреплены к определенным магазинам, карточки этим можно было отоваривать только вот в этих магазинах. Надо сказать, что, естественно, карточки-то были не только хлебные, просто ничего другого купить было невозможно, по крайней мере, там, в декабре 41-го года. И если это удавалось, это была большая удача. Какие-то крупы, суррогаты и так далее. Товарищ Штанов, член военного совета Ленинградского фронта. Микоян пишет о том, что Жданов, прилетая в Москву, честно признавался, что он панически боится обстрелов. И когда начинаются авианалеты, фактически не вылезает из бомбоубежища. И поэтому всем, собственно, заправляет Кузнецов. И сначала на защиту города прислали Ворошилова. Тот выяснил, что не хватает ровно ничего абсолютно. Даже дал приказы. Сначала попросил винтовки из Москвы. Ему сказали, что винтовки нужны здесь для защиты столицы. Издал приказ изготовлять на заводах сабли и прочее. Это была последняя капля. Его сместили и тогда сюда прибыл Жуков. Жуков, который потом сюда подтянул Говорова. Подтянул Говорова, о чем мы будем говорить дальше. Что делает Кузнецов? Это очень интересная деталь. Уже когда замкнулось кольцо блокады, он приказывает жене, чтобы она прислала сюда своего, своего и его в том числе, сына Валерика. Ему было, я не помню, 5 или 6 лет на тот момент. И он этого сына таскает с собой везде, показывая, что даже руководитель города своего ребенка при себе держит и никуда его не отправил. Это делалось для поднятия морального духа у населения Ленинграда. В итоге, благодаря очень грамотным действиям ленинградской команды катастрофы удалось избежать. Ну, то есть, город выстоял очень дорогой ценой. Тем не менее, это получилось. В 1942 году, уже учитывая предыдущий опыт страшной зимы 1941 года, они начали допустим, приказывать, засаживать все зеленые насаждения в городе. Была проведена такая специальная выставка, об этом я буду говорить, на Васильевском острове по распознанию различных трав. И интересно, что в самую страшную зиму вот эту блокадную заместитель Берия Меркулов, он привез личную записку от Сталина Кузнецова. Она была написана красным карандашом, в которой Иосиф Сырёнович обращался к нему на «ты», что было для него не очень распространенной практики, потому что он предпочитал со всеми общаться на «вы», и на «ты» обращался к очень ограниченному количеству людей. И там он писал, что «Алексей, одна надежда на тебя, Родина тебя не забудет». Ну и надо сказать, что Родина действительно его не забыла до 1950 года. Секретарь Ленинградского горкома партии, член военного совета Ленинградского фронта товарищ Кузнецов. В 1944 году, я об этом уже рассказывал, в Ленинграде произошло уникальное событие. Были переименованы топонимы, которые носили такие революционные названия. Невский проспект опять стал Невским, Садовая улица опять стала Садовой. Вместо там 25 октября и 3 июля. Ну и вообще, как бы вот этот начался вот этот процесс собирания музея обороны. С миру по нитке в этом активном участии принимали ведущие там и артисты и значит все, кто имел отношение. Ольга Бергольц, например, являлась одним из главных идеологов. Я просто специально кидаю взгляд. О! Опять что-то новенькое появилось. Вы смотрите. Вот почему я здесь люблю ходить каждый раз. Вот этого здесь не было. Я смотрю, бандитский Петербург просто не дает покоя. Надо фоточку сделать. Надо фоточку сделать обязательно, да. Но мы сюда еще вернемся, поэтому мы сделаем фоточку. Ну а это как бы оно тут уже было. Мой дом улица, все мечты сбудутся, краской по телу моя жизнь нарисуется. Я верю в магию, все было к лучшему, мы с тобой встретимся, все получится. Моар. Я не знаток, но вы наверняка знаете, кто это такой. Или она. Я без понятия. что дальше пишет Микоян. Сам Кузнецов был обаятельным человеком, веселым, искренним. Но сказывалось отсутствие опыта в интригах. Вот это правда, потому что политика это все-таки грязное дело, особенно когда вокруг тебя такие монстры интриганы, как Маленков, Берия и все остальные. Кажется, это был уже 1948 год. Как-то Сталин позвал всех, кто отдыхал на Черном море в тех краях к себе на дачу на озере Рица. Там при всех он объявил, что члены политбюро стареют, хотя большинству было немногим больше 50 лет. И все были значительно младше Сталина, лет на 15-17, кроме Молотова. Да и того разделял от Сталина на 11 лет. Показав Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми. Ему было 42-43 года. И вообще вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партии ЦК. Это, конечно, было очень плохой услугой Кузнецову, имея в виду тех, кто втайне мог мечтать о такой роли. Ну, то есть, представляете, Сталин всем заявляет, что вот, пожалуйста, мой преемник. Ну, и учитывая предыдущую характеристику, то, что Кузнецов не имел никакого опыта в интригах, с этого момента можно считать, что его судьба была предрешена. Молотов зачистил в Ленинград, он готовил партийную областную конференцию, это был предлог, а сам он стал рыться в архивах, искать любой компромат на всю эту ленинградскую команду. Плюс то, что Кузнецов интересуется делами репрессированных, Абакумов, естественно, рассказал Берии, тот рассказал Сталину об этом. В общем, тучи начали сгущаться, а параллельно разворачивался роман Аллы Кузнецовой, которую он взял с собой в Москве, был 16 лет, с Серго Микояном, сыном Микояна, и более того, они уже подали заявление, и в тот день, когда семья собралась это праздновать, Кузнецов пришел с шутками-прибаутками, никому не говоря, что ему на стол легла записка о том, что он отстраняет со всех дел, а это уже был по сути приговор. Серго вспоминал, что еще во время ухаживания за его дочерью он приехал к ним как-то в дочь на велосипеде и понял, что заболевает, и на самом деле обрадовался этому, потому что был повод остаться. и на следующий день заходит такая ковалька Кузнецов в белой простыне с кастрюлей на голове и несет огромную клизму в руках и говорит, сейчас мы будем нашего больного лечить. И вокруг вся семья, семья была большая, довольно дружная, тоже бьет поварешками о какие-то там кастрюли и соответственно изображает из себя медкоманду. Здравствуйте. Популярное место для экскурсий. Вот если вернуть направо, то здесь, ну, как обычно, мемориальные доски это не то, на что обращают внимание. Значит, мы пройдем чуть подальше, потому что, во-первых, с той стороны там висит мемориальная доска Попкову, которая говорит о том, что он здесь жил с 1939 по 1950 год, соответственно, всю войну. Ну и 1950 год это когда уже он был расстрелян председателем полкома. Я вам сейчас подставлю кадры из кинохроники военной, где он, естественно, еще присутствует. товарищ Попков, председатель Ленинградского совета депутатов трудящихся. ремонтные бригады быстро ликвидируют последствия варварских бомбежек. Ну и самая, конечно, главная мемориальная доска. Причем я показывал ну не ее же, а еще одну в Москве на пятом доме Союзов, так он назывался, куда вот как раз перевели тогда Кузнецова, и он там жил. Вот. С 1937 по 1946 год. Тоже всю войну. Алексей Александрович Кузнецов, один из руководителей обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ну, учитывая то, что с той стороны находится мемориальный дом музей Сергея Мироновича Кирова, да, понятно, что здесь жила вся партийная мануклатура, и не только она, мы сейчас увидим, что здесь жили и деятели искусства. В итоге всю эту команду обвинили в том, что они готовили заговор против партийной верхушки, пытали, хотели захватить власть. И выбивали, понятно, каким образом из них показания. Они говорили о том, что мы были паникеры, трусы, после войны мы начали прославлять себя, воздвигать памятники самим себе в виде как раз того самого музея обороны Ленинграда. Это, значит, в глазах там Маленкова пытались подать как памятник им самим. И их расстреляли. Всех в 50-м году. Я сейчас поставлю фотографию Кузнецова, которая сделана уже в Москве в застенках. Но надо сказать, что Микоян не отступился. И брак его с его сына с Аллой Кузнецовой тем не менее состоялся. Хотя, конечно, всем досталось. И увы и ах, я вот ленинградский школьник, даже будучи в школе своей, я не знал об этой фамилии. Хотя, конечно, на тот момент она уже была всем открыта, но на фоне таких фамилий, как Говаров или Жуков в историческом контексте она, к сожалению, пропадала. Именно Кузнецова, опять-таки, принадлежит идее доставить сюда партитуру. Шостакович, про него у меня есть очень большой рассказ во время маршрута по Семенцам, где он родился и вырос. Ну и частично я затрагиваю эту тему в прошлой своей экскурсии про блокадный Петербург, где мы уже рассказываем непосредственно про концерт филармонии. Ну и он, как вы видите, тоже здесь жил. Сейчас после соответственно смерти Сталина все они были реабилитированы. Ну и вот эти мемориальные доски, к сожалению, появились не сразу же, а со временем. Вот. Тем не менее, мне очень хотелось бы, чтобы вы вот эти фамилии, ну хотя бы фамилию Кузнецов вот для себя четко обозначили, потому что это один из главных героев нашего города, настоящий линейнградец, человек, который в трудную минуту не прогнулся и благодаря ему город и выстоял. Ну, правильнее сказать, благодаря его, конечно же, грамотному руководству. Если мы пройдем дальше, то здесь мы встретим еще несколько важных для нас мемориальных досок, одной из которых мы благополучно прошли. Значит, первое, посвящено нашему замечательному маршалу Леониду Александровичу Говорову. Обратите внимание, что он здесь жил с 42 по 46 год. То есть, он в 42 году прибыл сюда и, ну, чтобы вы понимали, это тот человек, который возглавлял колонну Ленинградского фронта во время Парада Победы на Красной площади. Совершенно заслуженно. И о нем я вам, естественно, расскажу. Дальше висят еще две очень важные мемориальные доски в контексте нашего повествования, напрямую связанные как с темой Великой Отечественной войны, так и с темой блокады. Первая из них вот здесь. Она посвящена Николаю Константиновичу Некрасову. О, Господи. Ну, хорошо, что меня поправляют, а так бы я, это бы я оставил, да, вот, видите. 44-го по 66-й год. То есть он сюда заехал, вернувшись из эвакуации. Ну и последняя мемориальная доска, которая нас интересует. Да, хочу сказать, что здесь до сих пор живут потомки Черкасовы, да, и у них там хранятся, например, доспехи Дон Кихоты, Котинцевский, вот этот фильм знаменитый, затем такой крест украшенный из фильма Иван Грозный. Вот. Жозеф Котин уже с 51-го по 68-й год. Конструктор танков, генерал-полковник, герой социалистического труда и все такое. Значит, начнем с Говрова. Я, с вашего позволения, тоже тут буду иногда в какие-то свои пометки заглядывать, чтобы не сбиться. Вообще, если бы у войны есть бог Марс, а вот Говрова называли богом обороны. И он сам не отсюда, но судьба его связалась с нашим горным, потому что он реальное училище по месту жительства, как советским языком выражаясь, окончил с отличием. Здесь он поступил в политех на кораблестроительный факультет. он не получил диплом, потому что началась Первая мировая война. Но эта учеба дала ему очень важные математические и инженерные навыки и познания, которые ему потом уже пригодились в качестве артиллериста. Затем он поступил в знаменитую Константиновскую артиллерийскую, Константиновское артиллерийское училище. Это то, которое находится у нас на Московском проспекте. Такой огромный портик между получается фонтанкой и технологкой. И потом он учился в Академии Нефрунзе в Москве. И он был в первом наборе Академии Генерального Штаба. Уже Советской. Вместе с Баграмяном, по-моему Василевским, если я не ошибаюсь. Да, Иватутиным. Ну и потом он преподавал в артиллерийской академии, а уже перед самой войной стал ее начальником. Но когда война началась, ему пришлось уйти с этого поста, чтобы применить свои знания уже на практике. Он возглавил 5-ю армию под Москвой, под непосредственным управлением Жукова он работал и он настоял на том, что Можайск надо сдать. Жуков Утин не любил, когда ему перечили, особенно он не любил, когда что-то сдавалось. Но в данном случае он убедил и с единственным условием сказал, что если Звенигород сдадите, то уже будете осуждены по всем строгостям закона, но Звенигород он не сдал. Вот здесь у нас традиционный элемент, который называется крепим оборону Осовья Ахима, который показывает настроение перед войной, особенно среди молодежи, которая активно готовилась крепить эту самую оборону. Переходим дорогу. И вот как раз под Звенигородом в деревне Акулова случился эпизод, когда Говору фактически в качестве такого лейтенанта пришлось лично обороняться. И в общем-то довольно быстро подоспела подмога, которая выбила немцев, но в принципе там ведь в таких ситуациях полминуты хватает, чтобы уничтожить наблюдательный командный пункт. А вот с этой стороны находится один из моих самых любимых монументов, не монументов, экспозиция и так далее. Памятник, видите, там написано женщинам, защитившим Ленинград. И наверху вот в такой экспрессионистской манере значит на швеллерах ну это как бы вот эти торчащие металлические балки, они показывают как выглядел дом, когда в него падала бомба, взрывала его и вот такая картина перед вами приставала. И наверху стоит девушка и смотрит в небо. И вот видите, такой прожектор идет. Очень круто сюда вписался единственное окно. Это памятник на самом деле бойцам МПВО. Почему женщинам? Потому что в основном там женщины работали. И вот я сейчас опять-таки подставлю кадры. Ну, понятно, что это кадры такие в основном постановочные, но тем не менее там на них показано, как вот гасятся эти зажигательные бомбы, в данном случае прямо на чердаке. И более того, в ведре с водой. Потому что обычно на самом деле их, конечно, засыпали песком зимой, потому что какая вода в минус 30 градусов на чердаке. Когда, соответственно, Говаров проявил себя очень правильно и хорошо под Москвой, его и вот в 42-м году сюда перевели. Он уже страдал гипертонией очень жесткой. Заработал он ее еще в 30-е годы, когда шла операция «Гроза». Дело в том, что Говаров, он господжил у Колчака. Он был мобилизован белой армией, и потом он оттуда перебежал к Красным, сражался под армией Блюхера, но тем не менее не надо быть семиопедия по лбу, чтобы понимать, насколько серьезным, серьезной строчкой в биографии была подобная. И за нее его долгое время не принимали в партию. Представляете, идет война, человек уже занимает ведущий пост в бароне Ленинграда, а он беспартийный. и был приказ о том, чтобы он прошел так называемый партийный... Ну, то есть нужно было испытательный срок, как бы проще выражаться, пройти в течение года, но Сталин распорядился, что не нужно партийного срока, и в итоге Говарова приняли в партию. Но вот тормозило все вот из-за этого. Он, как я уже, я не помню, говорил или нет, что он в финскую войну то сделал, он вот эти, по-моему, не говорил, ну, линии Маннергейма знаменитые, он пробивал эти доты мощнейшими артиллерийскими установками, прям вот прямой наводкой бил, таким образом сломив оборону финнов. И когда его сюда назначили, он понял, что у немцев артиллерия во многом как бы превышает нашу и там и по количеству, и по многим характеристикам, но он ведь был не просто как бы артиллерист, он был артиллерист-ученый. Более того, у него, кстати, у него был еще диплом переводчика с немецкого языка, представляете? Вообще, Олеся Дамович, с которым вместе Данил Гранин написал знаменитую блокадную книгу, он говорил, что Ленинграду очень повезло, что обороной командовал интеллигентный человек. Вот именно таким был Леонид Говаров. Он собрал такой мощный кулак артиллерийский, то есть всю корабельную артиллерию, вот эти форты наши на Арнист-Бамбурском плацдарме. И все немецкие батареи были взяты под прицел. И как только они начинали обстреливать город, на них обрушился шквал огня. Им из-за этого приходилось отстреливаться обратно. И вот эта артиллерийская дуэль продолжалась долгое время, но благодаря этому на город стало сыпаться в 7 раз меньше снарядов, чем обычно. Потому что, к сожалению, от артобстрелов понятное дело люди тоже гибли. Тем более, как я уже говорил, немцы обстреливали город строго по расписанию. Ну и дальше Говаров разработал вместе со своим штабом освободительную операцию «Искра». Там есть очень интересная подробность. Понятное дело, что ленинградцы истощены, ну и защитники Ленинграда, то есть бойцы Ленинградского фронта точно так же истощены. Разведка показала, значит, когда замерзла Нева, отправлялась разведка, и она, соответственно, толщу льда пробовала и крутость берегов. И выяснилось, что бойцам нужно было будет пробежать 800 метров, после чего вступить в рукопашную сватку. Ну и какие там в бане 800 метров, когда ты в таком не дистрофичном состоянии, но в постоянном недоедании. Поэтому Говаров отвел их в тыл, откармливал и заставлял ежедневно бегать эту 800-метровку, получается. они, естественно, его поминали добрыми словами, кляли всем чем только можно, но за месяц он превратил из них в таких легкоатлетов, по сути, и они эту 800-метровку в нужный момент пробежали очень быстро. более того, вот это к вопросу опять-таки про Валерика Кузнецовского, про зоопарк, который мы будем финишировать. Вот спрашивается, зачем во время этой ключевой атаки сажать на лед Невы оркестр, который играет музыку? Да, а это было. Почему? Потому что таким образом бойцов воодушевляли, поскольку моральный дух, конечно, крайне важен во всех этих аспектах. Вот. И после Говоров получил два ордена Ленина подряд, представляете? Наверное, единственные вообще в истории Советского Союза. Мы вышли с вами на Сытный рынок, где я покажу вам фотографии несколько, опять-таки, не столько военные, сколько довоенные эпохи, потому что Сытный рынок работал черный рынок во время блокады, где можно было купить много чего. Если мы сейчас развернемся вот сюда, тут видна башня Дома городских учреждений по проекту Перетятковича. Вот основной корпус. Ну, а если бы мы в тот момент посмотрели в эту сторону, тут прекрасные названия про колхозы, дальше есть замечательные про кожи, про кож, сырье. К сожалению, Говору приходилось спать по 4 часа, и он на самом деле имел даже, что способствовало усилению его болезни гипертонической. Допустим, когда уже шло наступление на север, и Сталин очень хотел, чтобы Нарву взяли 23 февраля. Но Говоров проигнорировал этот приказ, и было взято несколько месяцев спустя этот город. Сталин, надо сказать, на это отреагировал абсолютно адекватно. А потом Говоров спрашивал его, Хельсинки брать будем? Сталин сказал, нет, Хельсинки брать не надо. Поэтому Хельсинки теперь у нас по-прежнему финский город, в отличие от Выборга. Ну и он изучал очень активно все развитие вооружения, говорил о важности ракетостроения. Ну и это единственный маршал, который не оставил своих воспоминаний, просто он для маршала довольно рано умер, просто не успел. Тем более все воспоминания они в основном писались в 60-е года. Еще вот здесь хорошая фотография. киоск консервы. Видна вот эта рустованная стена. Дальше герой нашего повествования, который жил там уже 44-го года, это наш актер Черкасов. Я с детства помню замечательную вот эту мелодию «Капитан, капитан, улыбнитесь». Да, капитана Гранта. Это роль Черкасова. Его родители вообще не хотели естественно, чтобы он был актером. Они хотели, чтобы он был медиком. Но как-то раз он шел по улице и на его глазах трамвай зарезал человека. Вообще на самом деле это была ну не редкость. В Москве трамваи когда они появились называли московской гильотиной. Потому что люди они очень долгое время были же привычны конкам вообще конному транспорту и привыкли что те двигаются вот со скоростью про которую говорили конка конка обгонится пленкой. И поэтому когда трамваи стали передвигаться с нормальной скоростью люди по привычке там либо запрыгивали на подножки либо перебегали дорогу перед ними и попадали соответственно под колеса. Вот сейчас смотрите здесь трамвай так вот хорошо свободно а я вам подставлю ну в данном случае уже скрин из этой кинохроники где трамвай стоит просто вмерзший намертво и в таком виде представал город вот этой зимой 41-42 года. Поэтому он поступил в массовку в маринку и Шаляпин выступал как-то и не понимает что происходит все ржут он оборачивается а там значит молодой Черкасов что-то там какие-то крендели выделывает ну и в общем разродился скандал Черкасов думал что все его карьера закончила тем не менее Шаляпин вызвал сказал молодой человек ну-ка покажите что вы там делали и он начал там что-то какие-то значит вот эти движения Шаляпин рассмеялся сказал давайте так я вам мешать не буду и вы мне не мешайте на том и расстались ну и одну из конечно же из главных ролей по которому все знают его это роль Александра Невского снимавшегося фильм с Эйнштейном интересно что сцена ледового побоища она снималась в жуткую жару в 38-м году рядом с фильмом был пруд чтобы сделать снег его землю посыпали опилками с солью и сверху еще значит с нафталином и залили жидким стеклом и людей несчастных актеров их все время посыпали солью чтобы они значит ну вот выглядело как это как представьте в жару а не в этих в доспехах в этих шапках меховых это была жесть просто самая настоящая тем не менее тем не менее когда встал вопрос о учреждении ордена святого Александра Невского Сталин приказал просто взять изображение Черкасова и поместить его на этот орден и поэтому теперь мы вот имеем изображение актера на одном из главных орденов орденов Великой Отечественной войны также у него была очень интересная семейная история несмотря на то что он ну как бы сейчас это называется секс-символ эпохи по нему конечно же все женщины сохли тем более он осанка вот эта красавец и так далее вот здесь тоже интересная фотография значит если мы посмотрим в ту сторону Лен Облснап Пит или как-то ну сами прочитаете надпись стоит замечательный такой ларек женой его звали Нина Николаевна и она как-то пришла в гости к подружке и она спрашивает а с кем посадить с богатым или красивым она говорит посади меня с талантливым ну вот посадила и представляете вот в браке больше 30 лет и счастливая семья то есть сын говорит что ну не было никаких вообще даже намеков на какие-то измены и прочее вот смотрите здесь очень важный момент вот это здание очень узнаваемое на двух фотографиях сначала я помещу вам фотографию снятую сверху и показываю что здесь был вход в сад народного дома с турникетами да ну а затем уже грубо говоря с земли фотография как выглядит непосредственно этот вход про это место одна ну на тот момент уже про бабушка одной моей знакомой которой я интервьюировал еще в нулевые годы когда особо знаете информации про блокаду было не очень много она мне рассказывала что здесь как раз складировали трупы ленинградцы потому что ну на Васильевском острове вы еще могли дойти до какого-то кладбища а здесь никаких кладбищ не было и она вот как-то шла мимо вот этих штабелей заснеженных и увидела как один из людей мужчин шедший перед ней запкнулся упал и в общем там остался и эта картина к сожалению тоже в Уиах была распространена ну такие морги под открытым небом они у нас к сожалению в городе были и на улице Репина и еще в ряде мест и блокада тоже к сожалению в судьбе Черкасова имела очень серьезную роль потому что у них родилась дочь она была ну как бы сын его он так деликатно выражается что в общем она была немножко не в себе и вторая дочь у них умерла и вот сын родился он выжил ему был один год когда началась блокада и вот они с годовалым ребенком им надо в эвакуацию ехать там в каких-то теплушках и они принимают решение о том что вот кстати здесь будет установлен памятник Федору Ивановичу Шаляпину вуаля к вопросу о Шаляпине и они принимают решение оставить ее здесь ну потому что они были уверены что это все ненадолго и она умерла в блокаду и Черкасов потом конечно очень клял себя за то что он не настоял и не взял эту дочку с собой и следующая роль очень важная в его судьбе это была конечно же роль Ивана Грозного первая серия Сталину очень понравилась потому что ну вот нужен был такой манифест показывающий народу что вот в такие времена нужна сильная жесткая власть а вот вторая серия когда ее показывали в зале стояла полнейшая тишина Сталин сказал что это вообще никуда не годится ну и Черкасов он настаивал на том чтобы встретиться с Иосифом Сырьоновичем попробовал заступиться за Эйзенштейна просто Сталин раскритиковал Эйзенштейна в историческом невежестве Черкасов похвалил сказал что вы сыграли прекрасно но дал им второй шанс второй шанс не удался потому что Эйзенштейн умер и в итоге мы так и не увидим тот вариант который бы допустим одобрил Сталин после войны у Черкасова случился конечно очень жесткий момент потому что он был он был сталинист да а жена его была абсолютно антисталинистка если верить опять таки рассказам их сына и он вспоминал что ну вот какие-то отклики их ругань на этот счет он вспоминает из своего детства и если до этого у ну то есть Черкасов был окружен вниманием все перед ним заискивали да искали его дружбы то вот после развенчания особенно после 20-го съезда от него многие отвернулись и самым страшным ударом для него было то что ну он проработал тогда Александринко назывался Пушкинским театром он же там проработал долгие годы и он пришел в какой-то момент и увидел списки уволенных и среди них была его жена ну и он сказал знаете в таком случае я увольняюсь сейчас мы прервемся потому что я вам покажу во-первых фотографию как выглядел вход в этот зоосад до и во время войны хочу покататься не дали покататься ребенку ну и несколько фотографий значит вот смотрите сейчас подставлю еще раз вот ту фотографию сверху которую я показывал вот скажите что это за такая странная гора на заднем плане потому что ее же ну вот часть этой горы мы видим на фотографии где рабочие разбирают очередной разбомбленный вольер дело в том что это американские горы которые располагались с той стороны на этих горках как раз каталась вот бабушка тогда девочка она мне про них рассказывала несколько еще фотографий как они выглядели там очень характерные слоганы на них написаны вот эти горки американские они очень пригодились во время блокады потому что их ну они были деревянные их разобрали на дрова и вот работники засада конечно очень сильно спасались этим дальше очень хорошая фотография с белыми медведями там еще такие изоляторы советские видны обратите внимание ну а затем вообще эта фотография на самом деле отсюда не видно на гоупро она не возьмет наверное надо дальше подставить в общем фотография вот в ту сторону это знаменитая значит смотрительница Дашина с бегемотом красавицей бегемотихой и там на заднем плане мы видим башню доходного дома Кёнига по проекту Карла Шмидта то есть она сделана примерно вот в ту сторону про ленинградский зоопарк очень много уже рассказано и я об этом неоднократно говорил то есть это опять-таки на самом деле вопрос по поводу поддержания морального духа населения у меня были и посты об этом и народ писал ну вот видите девочка счастлива она катается на пони народ писал типа а что было там не съесть этого бегемота то есть зачем ну вот вопрос зачем оркестр ставить на летневые на самом деле часть зверей была эвакуирована в Казань и крайне я читал очень интересный такой документ где анализировалось поведение зверей во время обстрелов зоопарк конкретно зоосад он не обстреливался обстреливалась во-первых стрелка Васильевского острова там были батареи зенитные обстреливалась Петропавловская крепость ну и плюс еще несколько кораблей стояло вросшие в Неву вдоль набережных ну и поэтому сюда прилетало есть кадры с убитой слонихой Бетти вот опять-таки жительница Петроградской стороны мне рассказывала про то как она помнит этот момент когда ее убили есть такая ходячая байка о том что роддом поставлял молоко даже пол-литра для шимпанзе ну скорее всего это конечно был суррогат молока и явно не из роддома но вообще зверей кормили чем только могли во-первых естественно собирали там желуди рябину понятно вот эту хряпу так называемую да с полей пока была возможна потом хряпу стали и сами люди есть потому что вот эти жесткие листы как я уже говорил Одесс Баканец вспоминала что это самый вкусный щи вообще из них получается пока мы тут меняем батарейку пару слов о фотографиях которые я просто забыл подставить ну во-первых большим откровением для меня было то что на бегемотнике который располагался на территории засада можно увидеть шестиконечную звезду причем здесь она в Ленинградском зоопарке спросите вы ответ на этот вопрос можно найти на следующей фотографии вот это обезьянник то есть перед вами откровенный закос под петербургскую синагогу ну это видно по русту фотография черно-белая но я не удивлюсь если и цвет был такой же как у нашей синагоги на Лермонтовском проспекте дом 2 кстати у нас там есть замечательная видеопроходка можете ее посмотреть у меня на канале в то же время купола навевают ассоциации с дворцами Ближнего Востока таким образом неведомый архитектор попытался с помощью понятных для горожан образов представить дальние края где обезьяны в общем-то не самый распространенный вид животных ну и еще одно фото это улица Зверинская до которой мы не дошли военная подготовка школьников на заднем плане виднеется шпиль Петропавловского собора на что стоит обратить внимание это на дорожное покрытие как видите еще никакого асфальта и эта картина характерна в общем-то для большей части Ленинграда ну допустим для беркута ловили крыс остальных хищных птиц хищных птиц пытались кормить рыбой интересно что хищных зверей они придумали такую схему там осталось большое количество этих шкурок всяких кроличьих они набивали их жмыхом и опять-таки овощной смеси смазывали рыбьим жимом ну и вот мишки это ели тигря это правда не очень ну а вот история про красавицу она в общем разлетелась по интернету и это правильно и это хорошо удалось ее спасти во время блокады я не специалист но вообще этому бегемоту нужно было 40 килограмм еды а было их там где-то 5-6 в день остальное все забивалось распаренными опилками ну и поскольку естественно водопровод встал воды не было вот эта Даша на самом горбу значит каждый день таскала ведра вот здесь в Кронворской протоке чтобы обтирать ей кожу потому что иначе у бегемота начинается кровавый пот выступать во время обстрелов бомбежек чтобы та не боялась она ложилась вместе с ней на дно бассейна в обнимку успокаивала и вот прикиньте выжил бегемот и в 42-м году летом сюда пришли счастливые ленинградские дети потому что здесь еще работал такой цирк и это было крайне важно показать что жизнь в городе продолжается что люди не опустились до состояния ниже плинтуса и что они готовы даже в таких жестких условиях ходить на концерты на театральные спектакли и в зоопарк это было крайне важно с точки зрения поддержки морального духа вот опять-таки как раньше выглядела вот эта улица интересная фотография заканчивая историю с черкасовым у него была еще одна из ролей знаменитых это Дон Кихот конечно же которая точно так же она снималась в дикую жару причем он уже был в годах ему пообещали что ему не придется вертеться на этой на колесе этой мельницы что вообще это будут снимать в павильоне она сама будет увеличена человеческий рост а все остальное подставят уже на монтаже в итоге он реально зависал вниз головой на 16-метровой высоте на этой мельнице у него были такие доспехи из которых он не разоблачался и говорил что жара можно жарить яичницу на моих доспехах и приходил ну человек с юмором был приходил когда поесть говорил не покормите бедного странствующего рыцаря еще до войны тоже кто-то рассказывал что он настолько не разбирался в быте который потом конечно жена его взяла свои руки он пришел как-то на свидание в женском платье он говорит откуда не выходит его женское платье в женском пальто или в женском плаще говорит а где ну вот продавали я купил то есть он этого не видел я бы на самом деле тоже иногда знаете особенно в наше время когда тут сплошной какой-то унисекс я бы тоже это все не различил бы абсолютно пройдемте вот там немножко новыми дворами и последний герой нашего замечательного повествования это Жозеф Яковлевич Котин он вообще с Украины и он еще работая на Харьковском заводе ну я напоминаю что Харьков он был вообще столицей на тот момент он там изобрел особого рода тиски за которые за которые вот за эту модель его даже премировали вот очередной видите у нас счастливый вид вот это я обожаю конечно вот эту вот цементную шубу которая прекрасно впитывает весь городской колорит когда-то здесь можно было пройти насквозь но увы сейчас это уже не состоялось в 37 году он прибывает в Ленинград потому что начальников ну бывшего путиловского тогда кировского завода здравствуйте благополучно репрессировали ну и соответственно перед ним встает задача разработки новых танков это было время когда вообще ну в мире до конца не понимали какими должны быть танки они должны быть быстрыми легкими или они должны быть тяжелыми мощными они должны плавать летать я не знаю короче в общем все это методом тыка испытывалось один таким тыком была война в Испании и Котин спроектировал тяжелый танк СМК Сергей Миронович Киров я вам сейчас подставлю сначала его проект он был вообще из трех башен когда Котин представлял его Сталину тот подошел снял одну из башен и сказал сколько я сейчас снял он говорит три тонны он говорит ну вот и прекрасно не будем делать из танка Мюрри Мирелис Сталин мог и ямарнуть Мюрри Мирелис это ЦУМ московский нынешний такой он просто весь из себя красивенький готичненький поэтому танк остался с двумя башнями но во время финской войны он короче в одном из болот просто застрял и там до сих пор и обретается ждет своих реконструкторов копателей по этой теме могу сказать что у Говорова были шпоры у вас возник логичный вопрос зачем артиллеристу шпоры а потому что как раз таки во время Второй мировой выяснилось что вот в таких случаях когда уже даже танки не справляются ну и вообще техника не справляется лошади вывозят и поэтому иногда артиллерийские орудия вытаскивали прямо лошадьми для этого тебе нужны шпоры в итоге он разработал танк КВ Клим Ворошилов тяжелый танк когда началась Великая Отечественная война в Челябинске создался ну такой как бы сборный огромный завод из трех заводов значит Челябинского тракторного нашего непосредственно Кировского и из Харьковского и там Котин начал соответственно разрабатывать уже там будущий танк ИС Иосиф Сталин и они постоянно увеличивали калибр пушки то есть на ИС например уже стояла 122-миллиметровая пушка в какой-то в какой-то момент ему поступило предложение что не могли бы вы прибыть допросить пленного он говорит ну вы знаете у меня вообще с языками не очень а пленным был танк Тигр который как раз во время вот Говоровских операций удалось захватить Котин приехал осмотрел тут конечно произвел на него совершенно ну такое нельзя сказать ошеломляюще но он его впечатлил и он это все что он увидел он конечно же привнес в собственные разработки более того Сталин дал приказ чтобы они помимо КВ начали еще клепать там Т-34 и вот в чем была сила нашего танк строения в том что ИС он был сделан уже на 50% ну условно на 50% из деталей от КВ на 25% из деталей от Т-34 ну а остальное уже было что-то новое оригинальное то есть на самом деле все было взаимозаменяемое и благодаря этому наши танки было гораздо проще починить либо на поле боя либо их тащив их куда-нибудь мы можем здесь пройти и поедем дальше по-моему там есть еще проходная по-моему вот здесь в общем универсальность вот этих деталей она позволила как бы быть более мобильными ну и встал вопрос о том как бороться вот с этими тиграми и тогда было принято решение о том что надо нам спроектировать самоходную артиллерийскую установку САУ поставили на нее еще более мощную пушку и вот вот эту САУ ее прозвали сначала зверобоем ну потому что у немцев были да тигры пантеры а вторую ее модификацию прозвали консервным ножом потому что она просто сносила одним выстрелом тигру башню ну и потом Котин вернулся сюда вот как раз он жил в том доме который я вам показывал и после войны к сожалению Хрущеву там напели что все сейчас с нынешними ракетами уже там не танки не нужны будут да и особо и пушки не нужны будут да и поэтому очень многие разработки Котина пошли под нож к его так сказать разочарованию но он переключился на мирную жизнь и соответственно на базе всех своих наработок был сконструирован тоже танк только гражданский который у нас на роде называется Кировец его последняя модификация выпускается до сих пор я вот когда был ну сейчас вообще Кировский завод это же просто огромный город туда вот если я помню я искал типографию я чуть не заблудился там пока на машине проедешь пешком так вообще труба и я еду и вижу вот стоят эти кировцы новенькие изготовленные да куда-то вот они должны значит отправиться поскольку все эти разработки естественно были секретными то и фамилия Котина конечно же тоже не разглашалась долгое время увы ях и если допустим фамилию Калашников знает там любой человек причем во всем мире то вот фамилия Котин к сожалению увы и ах она знакома только специалистам но теперь она знакома и вам ну вот такой у нас сегодня довольно странный тур получился потому что мне пришлось так сказать размазать нить своего как обычно не очень стройного рассказа ну что поделать такой я человек по ходу нашей прогулки тем не менее я надеюсь вы почерпнули опять таки какие-то знания и прочее опять настоятельно рекомендую вам посмотреть ресурс под названием блокада голоса интервью с участниками блокады не все там конечно приятно для нашего слуха но что поделать в принципе тема не самая веселая ну а я со своей стороны как обычно напоминаю что экскурсии у нас идут полным ходом погода просто какая-то феноменальная я обычно говорю что у нас еще и в апреле бывает мороз и даже в начале мая а сейчас я смотрел прогноз и там уже намечается чуть ли не плюс 10-11 это же ну застрелиться и не стать я считаю поэтому время гулять меня очень многие часто спрашивают когда анонсы будут ли экскурсии тра-та-та тра-та-та ребятки дело в том что я анонсы вывешиваю не раньше чем за две недели во-первых я эти экскурсии назначаю по настроению у нас здесь будет отдельный маршрут потому что я буду рассказывать про одного замечательного художника который жил вот здесь специально называю фамилию там есть мемориальная доска сохранить интригу мы пойдем с той стороны да соответственно за две недели и ну летом так они вообще будут скорее всего там раза четыре идти то есть четверг, пятница суббота, воскресенье четверг, пятница вечером, суббота, воскресенье днем будут экскурсии естественно и на майских праздниках смотрите какая прекрасная работа Е. Пугачева давайте прорекламируем лиза плиз точка арт забиваете и находите автора замечательно я считаю удивительно что не замазали пока еще ничьих чувств не удалось оскорбить вот все анонсы есть у меня будут появляться у меня на сайте но либо подписывайтесь на там мои ресурсы значит там телеграмм ВК запрещенную сеть где я это все тоже всегда дублирую и накануне тоже напоминаю чтобы не было такого ой а как так а где это и было а я вот пропустила а вы там особенно в Москве а вы там приезжали бла-бла-бла бла-бла-бла ну и так же естественно книжки мои есть в наличии три штука путеводитель Невский с перцем острос у меня с дикцией еще бывают такие проблемы знаете отвратительный гид остросоциальный роман Корень и книга про пиар во время русско-японской войны я их подписываю только при личной встрече в основном после экскурсий но если вы хотите чтобы я вам подписал их вот прям по почте то купите мерч тогда я вам вместе с ним книжку отправлю потому что в этом случае мне нужно идти лично на почту а так эти коробки лежат там и наши замечательные девушки на почте их сами прямо отправляют мы пытались в свое время делать отправку книг с автографами к сожалению бывало так что они перепутали и в общем люди получали не те автографы которые им хотелось бы видеть поэтому просто внимательно следите за всеми ресурсами и будет вам счастье ну а мы тем временем вышли на прекрасную улицу Воскова и уже нам недалеко идти до того места где мы припарковались на этом все с вами был гид Павел Перец комментарии туда увидимся пока 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 Продолжение следует...